Сегодня в нашей рубрике, посвященной 70-летию Победы, репортаж об одном из этапов подготовки к 9 мая. Знать и помнить о великом подвиге советского народа помогают нам и следующим поколениям не только памятники, но и традиции. Такие как майские праздничные мероприятия, парад, возложение цветов к вечному огню, чествование ветеранов и концертная программа. 9 мая все должно быть на высоком уровне, поэтому уже сегодня у мемориала Родина-Мать прошло выездное совещание городской комиссии, ответственное за организацию этих торжеств. Здесь же выяснилось, что некоторые участники даже не знакомы с видом и объемом предстоящих работ. Руководителю исполкома пришлось самому указывать на все замеченные недоработки. Я думаю, для любого предприятия это дело чести. Технику, которая находится здесь, она в хорошем состоянии, но ее надо помыть, почистить, убрать то, что за зиму накопилось. На поверхность был еще ряд проблем. Причем разъяснение получить было не так-то просто. Например, на простой вопрос, сколько гостей может разместиться на трибуне у мемориала, ответ последовал лишь после нескольких минут раздумий и арифметических подсчетов. Далее была представлена сама программа праздника, в том числе по мероприятиям на стадионе «Строитель» и в парке «Победы». На самом стадионе будет проходить праздничная программа, которая включает театрализованное представление, встречи ветеранов, почетных гостей. Кроме того, показательные выступления продемонстрируют кадеты, бригады МЧС, свои номера подготовят и воспитанники спортивных школ. В шесть вечера программа продолжится праздничным концертом, завершение которого по традиции увенчает красочный салют «Победы». Яна Ушакова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.